Всем привет! Горький ликвид, смола на обзоре. Точнее две смолы. Это ABS, которая называется у них серия Force, и смола такого прорезиненного качества, это смола Flex. Ну, Flex и так все знают. Я решил печатать на обычных бюджетных принтерах, и не кубик Photon Mono, которые стоят на самом деле у большинства, дабы показать, что любой принтер на самом деле может печатать данные смолой. Почему? Потому что те, кто умеют моделировать, те, кто умеют данные принтеры LCD, они могут любую запчасть себе сделать. То есть эта смола позволяет делать не только какие-то фигурки, статуэтки и остальное дребедень, которые вы чаще всего видите, но все-таки техничку. И меня на самом деле показатели очень радуют. Что же я сделал? Я сделал 80 процентов основы Force, то есть ABS смолы, и 20 процентов смолы Flex. Что в результате получили? Определенную эластичность, крепость повысилась, соответственно. Но, к сожалению, пока показателей нет по тестам по упругости, разрыву и прочности, но в ближайшее время они, думаю, появятся. Если, соответственно, поддержите в данный формат, потому что пока на YouTube и где-либо я не видел адекватных реальных тестов, особенно в технической инженерке. Но со своей стороны скажу, так как я занимаюсь коммерческой печатью, это не первый раз, когда я уже делаю именно технические детали. И они себя показывают в эксплуатации очень-очень хорошо. Тем более, ну, я не говорю уже о мастер-моделях, которые всем и так известны, а это готовые изделия. По скорости печати, естественно, в данном случае нечего даже сравнивать с FDM, потому что здесь вы положили на платформу, и он вам все моментально сразу же напечатал. То есть комплект вот этих деталей, например, печатался 4 часа. Да, кстати, 4 часа. Почему? Потому что моим экспериментальным путем время засветки слоя здесь необходимо 10 секунд. По отмывке в ультразвуковой ванне 15 минут, и засветки тоже 15 минут вполне хватает. Даже более чем достаточно. Вообще, в принципе, должно быть, можно и меньше засвечивать. Тогда и свойства будут еще поэластичнее, так скажем, детали. Но в данном случае этого не требовалось. Ну, а качество печати, видите сами. Поддержки, да, можно было подрегулировать еще. Ну, не стал пока. И вот теперь берем весы и смотрим, что же получается. Вес, по сути дела, точно такой же, как и на FDM, 46 грамм. Вот я сейчас покажу основная деталь. И общий вес 46 грамм составил. Ребят, стоимость грамма составляет всего лишь 7 рублей. По-моему, это абсолютно адекватно.